Продолжение следует... Друзья, напишите, пожалуйста, как меня видно, как слышно. Коллеги, в первую очередь хочу всех россиян, русскоговорящих, поздравить с прошедшим праздником, великим Днем Победы. И я думаю, что это и наш тоже праздник нашего сообщества, потому что именно русские начали этот большой, великий путь в становлении проекта. Я помню конференцию еще в 2015 году, если не ошибаюсь, в Москве, в небольшом таком стареньком зале, где собрались русскоговорящие люди со всего мира и дали огромный толчок развитию проекта, когда не было еще абсолютно ничего реализованного в виде технологии, когда были только визуализации, эскизы, наработки, и не было сформировано никаких конструкторских бюро. В принципе, активы были только с прошлых лет в виде интеллектуальной собственности, и огромное количество людей пошло за Анатолием Эдуардовичем Юницким, как гениальным основателем, сейчас уже можно называть инженером нового мира. И на сегодняшнем вебинаре я хотел бы остановиться на вообще происходящей ситуации в мире, потому что для меня это просто бешеная мотивация, начинайте давать все больше информации о нашем направлении, потому что то, о чем я говорил неоднократно на вебинарах, оно начинает происходить. И от этого, я могу сказать, становится страшно, если не знать, что делать конкретно. Меня зовут Сходоев Алексей, я член общего управления Sky World Community, и также являюсь руководителем отделения распространения. И сегодня я хотел бы осветить очень серьезно вообще происходящую мировую ситуацию, потому что то, о чем говорили мировые эксперты на сегодняшний день, уже не просто где-то там за горами, за горизонтом, оно уже наступило и касается жизни каждого из нас. Несмотря на то, что какие-то события происходят в США в плане индексов S&P, то есть это 500 самых больших компаний, какие-то в Европе, какие-то в других частях земного шара, но все это влияет экономику, экономика влияет на качество жизни и вообще на стратегию развития. Те, кто на сегодняшний день закладывает эту стратегию развития, к сожалению, не в логике соблюдения и установления вообще каких-то экологических норм, а в плане таких вот достаточно семиминутных, спонтанных действий. Естественно, они направлены на заработок тех, кто уже приобрел капиталы, но что будет именно с теми, кто эти капиталы приобретает только и желает добра и процветания будущим поколениям, своим детям, внукам, желает им что-то оставить, что нужно сделать, чтобы не потерять сегодня капитал. И на сегодняшний день вообще в связи с недавним ростом доллара США облигации развивающихся стран, то есть вот посмотрим на развивающиеся страны, они сейчас демонстрируют самую низкую доходность вообще со времен мирового финансового кризиса. То есть это, можно сказать, такая очень серьезная метрика, которая заставляет задумываться. Goldman Sachs отменяет свой прогноз на рост S&P на 4,700, потому что сейчас не выдерживает абсолютно выливание вот этих вот бесконечных денег, и они абсолютно не обеспечивают вообще сейчас тот дефицит и то недопроизводство, тот недостаток инновационных технологий, которые могут раскрутить потребительскую активность. Я могу сказать, что в плане внедрения того проекта, который мы финансируем, только если говорить про применимость билетов, это очень сильно может раскрутить потребительскую активность совершенно разных странах мира. Только билеты. Мы не говорим даже об линейных городах, мы не говорим о целых инфраструктурных больших проектах, а именно всегда большие инфраструктурные целостные стратегии, они спасали от потопления мировую экономику и те империи, которые были сформированы. Потому что Рэй Далио на сегодняшний день говорит, он, естественно, как американец говорит о том, что нужно задуматься американцам, но нужно прослеживать в его словах, то есть мне интересен он как экономист, как специалист, хотя даже он в свете недавних событий буквально пять дней назад вышел перевод его YouTube-выступления по поводу действительно уже в полной мере надвигающейся рецессии. И он договорит, конечно же, про спасение экономики США и так далее, но в принципе происходит то, что раньше с Голландской империей, например, происходило, с Британской империей, с Французской, с Немецкой империей, и повторяются одни и те же ошибки. Но на самом деле после падения одной из империй появляется другой немножко геополитический расклад, но он не имеет смысла, если не развивается новая технология, то есть если не формируются новые технологические волны, после Второй мировой войны, например, это было широкое развитие инфраструктуры, и именно транспорта, именно строительство железных дорог, именно строительство новых городов, небоскребов, именно это дало максимальный толчок развития мировой экономики, потому что законы экономики, ограниченное применение ресурсов на ограниченной территории в ограниченное время никто абсолютно не отменял. Далее я хочу сказать тоже, и на самом деле всем вы этим можете сейчас оперировать для общения даже именно с крупными инвесторами. Этот вебинар посвящен общению именно с крупными инвесторами, которые имеют большие активы, и, к примеру, у вас не было аргументов, как вообще с ними общаться, на какие темы. Я вам привожу эти аргументы, потому что эти аргументы интересуют крупных инвесторов. Портфель equity bond, то есть это специальные бонды, которые формируют разницу между активами и обязательствами, то есть активами реальными и долгами. В США в этом году на рекордно низком значении. Почему мы рассматриваем США? Ну потому что рынок вообще мировых акций, он находится в США, поэтому, естественно, нужно смотреть европейские индексы и индексы США для того, чтобы понимать ситуацию в мире. Как вы думаете, крупный институциональный инвестор будет инвестировать в equity bond 60 на 40 при таком раскладе, при такой ситуации? Как вы думаете, крупный институциональный инвестор, он задумывается сейчас, что вот S&P, оказывается, это тихая гамань, и нужно инвестировать в Apple, Google, нужно инвестировать в Facebook, Amazon. Нет, эти компании как раз-таки на прошлых неделях показали рекордные падения в процентах, сравнимые с криптовалютой. И чуть позже в вебинаре вы поймете, для чего я даю всю эту аргументацию. Потому что это достаточно мощная аргументация, я долго ее собирал, долго готовился к этому вебинару. И многие говорят, что нужно входить в компании технологического сектора, которые такие вот старинные компании General Motors, различные компании Ford, например, которые исторически были значимыми и весомыми. Вот, пожалуйста, реальный доход от свободного денежного потока для технологических акций теперь значительно ниже, чем на уровнях пузыря доткомов. То есть технологический пузырь, именно акции технологических компаний, он взорвался. И он сравним с бумом доткомов. Когда взлетели акции интернет-компаний, они показывали рекордную доходность. Конечно, этим нужно пользоваться. И, конечно, на платформе адаптации обучения в будущем при вашем желании, при исследовании тех компетенций, метрик тех компетенций, которые вы хотите изучить, будет, возможно, и трейдинг для того, чтобы вы потом после того, как активы той компании, в которую мы сейчас финансируем, Unisky Stream Technologies выйдут на рынок, не подвергались рыночным манипуляциям и знали, как себя вести. Кстати, поставьте плюс, кто хотел бы, чтобы у нас такой курс от компетентных специалистов появился. Мне, например, это сейчас очень помогает в текущей реальности вообще ориентироваться. Один из крупнейших США фондов мусорных облигаций в этом году потерял треть своих активов. Почему я говорю про этот фонд, вообще типаж таких фондов? Потому что крупные инвесторы, опять же, они в хорошие времена инвестируют в эти фонды, потому что даже мусорные облигации, а что такое мусорные облигации? Это такие зомби-компании. Сейчас на следующем слайде я вам покажу тоже ситуацию с ними. Они показывают рекордную доходность. В них можно инвестировать и действительно хорошо зарабатывать. Сейчас это не является абсолютно никаким шагом для потенциального крупного инвестора. Количество зомби-фирм, почему называется зомби-фирм, это те компании, которые имеют долг вообще сервисных различных обслуживаний больше, чем их прибыль, их реальный доход. То есть посмотрите, с 90-х годов до 2020 года насколько выросло количество этих зомби-фирм. И есть, конечно же, технологические стартапы, скамы. Неоднократно говорили об, к примеру, спорткарах, электромобилях, 4Day Future, например, которые не дошли даже до реального прототипа, который ездил бы в виде созданного реального автомобиля, электромобиля. Это была просто некая модель, которая предназначалась для выставок и для сбора инвестиций. У компании Unisky Stream Technologies созданы уже более 11 моделей реальных действующих подвижных составов. И многие из них уже сертифицируются под конкретные коммерческие проекты. То есть, поэтому компанию эту абсолютно никто не может назвать технологическим скамом, потому что компания в плане производства, создания технологии абсолютно удовлетворяет своим обещаниям. Обещаниям выхода на рынок я тут неоднократно говорил и скажу еще раз, что мне очень не хотелось бы, я не знаю, что было бы с той ситуацией, если бы компания выпустила акции и вывела их на какой-либо биржевой рынок, как эти акции сейчас бы трясло и что могло бы произойти с компанией, которая еще не получила свое максимальное устойчивое развитие. Но компания, в которую мы инвестируем, однозначно не является зомби-компанией. Более того, на мой взгляд, компания Unisky Stream Technologies является отраслеобразующей компании, предоставляющей платформенные действительно решения, предоставляющей целую вселенную технологии, которые последуют далее. На основе струнных технологий, на основе струнного рельса, на основе струнного вакуумного стекла, на основе природных технологий, биотехнологий. И действительно целый веер изобретений Анатолия Эдуардовича Юницкого, который сейчас находится в виде концептов. Но как когда-то у Стива Джобса были и концепты, которые он взял. И, кстати, к Анатолию Эдуардовичу это никак не относится, потому что все концепты его производятся и изобретаются. Большая инженерная научная школа. Но Стив Джобс когда-то взял у Xerox концепт именно для того, чтобы создать телефон с дисплеем. То есть именно вот этот дисплей, по которому можно было вводить пальцем, это совершило революцию. Но это было, более того, не его изобретение. Далее в арсенале были еще и еще концепты, которые сформировали дорожную карту развития компании и сформировало ее триллионный потенциал. Только обилие и наличие дорожной карты развития, если говорить про логику струнных технологий Анатолия Эдуардовича Юницкого, то это формирование пассажирского направления 150 км в час, потом 500-600 км в час, потом 1250 км в час. Далее формирование параллельно грузового направления, это что и пассажирских, и грузовых касается перевозок, как легкие, так и тяжелые. Это формирование стандарта вообще сети, именно транспортной сети, которая совмещает внутри себя также и электроэлектричество, будет проходить через струнные и будет обеспечиваться связь, передаваться различные радиочастотные цифровые аналоговые сигналы, будет связь Wi-Fi, можно будет проложить водопровод, газопровод, все, что пожелает заказчик. От этого, естественно, будет видоизменяться концепт самого транспортно-инфраструктурного кластера. И далее, это уже очень серьезные инфраструктурные проекты, линейные города нового типа на основе струнных технологий транспортно-инфраструктурных комплексов Юскай. Это связка этих городов, опять же, транспортными артериями. И, естественно, эти города нужно обеспечивать системой самоэксплуатации, системой самопроизводства сельскохозяйственной продукции. Для этого также были придуманы концепты пока что, но уже отработанные концепты. Параллельно они отрабатываются для того, чтобы потом быть запущенными в виде продолжения дорожной карты. И, на мой взгляд, это так же, как и у компании Apple. Я специально привел эту аналогию, но у Apple это поколение смартфонов, которые заканчиваются здесь же. Это поколение технологий, которые могут реализовываться в виде коммерческих проектов. И будет все это завершаться уже строительством экваториального линейного города. Я вам рассказываю дорожную карту примерно на 30-50 лет вперед, что она имеется у компании. и формирование уже основы для общепланетного транспортного средства. И далее это уже пока что футурология. Но даже в футурологии сейчас концепты параллельно прорабатываются с закрытыми группами у Анатолия Эдуардовича. И, конечно же, все готовится для того, чтобы преемники были у Анатолия Эдуардовича. Сформирована инженерная школа. Имеется огромный кадровый потенциал. И все это говорит, что потенциально, возможно, теоретически, как я люблю говорить, но никогда не скажу точно, стопроцентно, эта компания может стать лидером либо одним из лидеров транспортно-инфраструктурной отрасли нового поколения. И если ранее был технологический бум, то будет именно транспортно-инфраструктурный цифровой бум. Потому что... Но, кстати, вот цифровой бум, но именно природных, а не природоподобных технологий. Потому что все технологии, которые реализует Анатолий Эдуардович Юницкий, они направлены на повышение качества жизни человека на Земле. И давайте обратим вот на этот график, немножко отвлекся. Ну, я думаю, что этот вебинар нужно будет, можно будет передавать вообще даже новичку, потому что я стараюсь максимально простым языком объяснять и проводить параллель, что сейчас происходит на рынке. Потому что сейчас начинается действительно экономический шторм. Посмотрите, на сегодняшний день, я думаю, что это будет ухудшаться, ухудшаться худшие показатели индекса казначейских облигаций за США за 30 лет. Будут ли инвестировать в казначейские облигации США крупные инвесторы? Большой вопрос. Я думаю, что осознанный инвестор примет правильное решение не инвестировать. Самый резкий годовой спад корпоративных облигаций США за 50 лет. То есть гособлигации, повторюсь, казначейские облигации, корпоративные облигации тоже. Посмотрите, графики ранее как развивались. Сейчас это самый серьезный спад. Крупные инвесторы не видят в этом тихую гавань абсолютно. И поэтому, естественно, ищутся новые венчурные технологии. Но те технологии, которые имеют уже основу, имеют фундамент, просертифицированы, а не как Hyperloop, например, планируют, дай бог, сертифицироваться после 2026-2027. Я даже не знаю точно, когда сейчас эта дата, наверняка она после пандемии, переместилась. Но в ближайшее время сертифицировано у них ничего не будет. Поэтому такие заявления в громких заголовках World Construction Today, что Unisky Stream Technologies Incorporated сделали то, чего не смогли в Virgin Hyperloop, это абсолютно правильно. И Илон Маск, я еще раз повторюсь, он сейчас задумывается уже больше о политике, чем об развитии компании Tesla. В большей части и фокусировки именно как раньше. Была приобретена часть Твиттера, планируется вернуть аккаунт Дональду Трампу. И даже был шуточный, либо не шуточный пост, время покажет. Мы сейчас живем в интересный век, на самом деле, огромной турбулентности и огромных возможностей. Но вот тем не менее, Илон Маск в одном из своих постов задал вопрос в 2024 году, не подать ли ему заявку на президента США. Это говорит о том, что сейчас действительно демонстрируется то, что компании Маска, например, вот я перечислю направление, тоже концепты, которые были реализованы, но которые не пошли на рынок. Тоннели, которые роются под землей, и как будто они позволяют избегать пробок. Один тоннель, дай бог, был прорыт, и коммерческого применения как такового он не получил. Более того, машины продолжали скапливаться одна за другой там в пробке. Концепт производства солнечных панелей. Тоже я не получил такого вот внимания огромного к этому проекту именно в виде большого масштабирования на весь мир в виде коммерческого применения. Тоже этого не было. Компания Тесла это как раз таки вот тот затронутый бум технологический. То есть электромобили, они были на пике. Компания Нио, компания Тесла, компании, даже которые представляли концепты электромобилей на водородном топливе, они взлетали, и такие компании около космической индустрии, как Virgin Galactic, они взлетели и они упали. Что, естественно, инвесторы, большинство инвесторов понесли, это убытки. То есть переход в политику, это тоже о многом говорит именно лидера, идеолога компании технологического сектора. Это говорит о том, что с технологическим сектором что-то не так. Есть ли альтернатива, есть ли вообще решение. Посмотрите на наличие подвижных составов, которые сегодня имеются, и это все готово к применению в коммерческих проектах, потому что все создано с тем расчетом, что требования, соответствия требованиям для сертификации заложены с большим запасом. Например, модель струнного транспорта Юлай. Я вразвею сомнения некоторых людей, которые говорят, зачем же плодить различные модели вагончиков, как они называют. И тут нужно задумываться, на самом деле, каждый, кто из нас доносит информацию о компании, нужно называть правильно подвижной состав, пассажирский грузовой модуль. Но, тем не менее, в народе сложилось мнение, что зачем столько моделей подвижных составов? Для того, чтобы максимальное применение и максимальная гибкость к реализации в коммерческих проектах была. И сейчас самое лучшее время, потому что никакие конкуренты вообще транспорта над землей, они не показывают такие результаты, достижения именно в реальности. Не в концептах, не в маркетинге, не в визуализациях, не в компьютерной графике, не в виртуальной реальности, а именно в реальной инженерии. Что значит для транспортной инфраструктуры? Инженерия – это в первую очередь эффективность, экономичность, экологичность и, опять же, в первую очередь это безопасность перемещения. Непросчитанные технологии, они могут быть просто опасны для применения. И они могут повлечь серьезные последствия, как когда-то это сделала, к примеру, технология поезда на электромагнитной подушке и произошла большая авария. Так вот, модель транспорта «Регилайт» и одна из станций находится, кстати, возле домов в христианско-фермерском хозяйстве. И я думаю, что те, кто в европейской и части СНГ проживает, мы обязательно будем организовывать промоушены уже по заслугам в нашем новом формирующемся сообществе 3.0 Sky World Community. Об этом я сегодня не буду говорить, но я вам могу сказать, что к нам присоединились мощнейшие эксперты по комьюнити-менеджменту. Это международный формат. Буквально на днях я отправлюсь в срочную командировку для общения вживую с теми экспертами, которые черпают именно опыт из международных ресурсов, из международного обучения на высшем уровне комьюнити-менеджмента. Поэтому я вам могу сказать, что ожидайте очень много активностей, которые я сам вообще даже не ожидал, что такое возможно, что такие механики вообще применяются и будет очень интересно, очень полезно, очень вовлекающе, и вы поймете еще большую ценность нашего сообщества Sky World Community, которая преобразуется из версии 2.0 в версию 3.0 и вовлекутся те люди, которые находятся рядом с вами. Вам даже не будет нужно их приглашать, потому что все механики будут на это настроены. Поэтому в этом году ожидайте много интересного в этом плане. модель струнного транспорта U-Lite это один из таких вот внутренних, я бы сказал, коммерческих проектов, но КФХ Юницкого это такой серьезный объект туристического рекреационного масштаба в Республике Беларусь, Марино-Горка. Там организована спортивная рыбалка международного масштаба. И это один из активов, который сформирован также на формирование дополнительной прибыли для компании для выживания в условиях недофинансирования. Я как-то рассказывал вообще, как крестьянское фермерское хозяйство появилось. Оно появилось в логике оптимизации, что нужно было решить проблему то, что на экотехнопарке происходило заболачивание, избавляться инженерным способом, с помощью инженерных расчетов создать такое решение, чтобы от влаги этой избавиться, был вырыт ров специальный. И, кстати, если неправильно вырыть ров, то никакая влага не уйдет абсолютно. То есть, это был инженерный расчет. И, как и все изобретения Юницкого, шаг за шагом развивалось целое направление. Это направление природных технологий на основе реликтовой энергетики и гумуса. Сейчас испытания уже были проведены. Я думаю, что в будущем это будет представлено уже для возможного участия инвесторов и для коммерческого применения. Потенциальные партнеры также уже проявляют большой интерес. на территории КФХ как раз таки будет продемонстрирован проект легкого, дешевого в исполнении, но, тем не менее, абсолютно изящного, абсолютно достойного по всем технико-экономическим характеристикам транспорта в линейке транспортно-инфраструктурных комплексов Юскай компаний Юницкай Стрин Текнолоджис и это будет как раз таки внутренним таким окупаемым кстати коммерческим проектом и демонстрацией для приезжающих для реализации подобных проектов, потому что в туристической индустрии и для прохождения например над заповедниками очень много компаний и заказчиков проявляли ранний интерес и я говорю только о чем я в курсе то есть Юнилайт это тот подвижной состав который был разработан под конкретное применение если не закрыть это применение то какая-то компания появится и потом его закроет и это неправильно нужно продумывать целую линейку и спектр наперед но не тратить на это большое количество активов а создать то что нужно сегодня на данной стадии это и сделала компания абсолютно как я говорил ранее компания Virgin Hyperloop не отказалась от пассажирских перевозок но отказалась от грузовых перевозок цена на нефть растет на газ также цена абсолютно растет это говорит о том что если автомобили переводить на электричество либо на газ от перестановки мест влагаемых особо сумма не поменяется также будет такая же проблема абсолютно в свете текущей мировой и экономической ситуации и вообще ситуации уже застоявшейся такой внутрикоррупционной достаточно отрасли транспорта и инфраструктуры на прошлом вебинаре я говорил даже про те меры которые применяют различные европейские страны и Hyperloop отказались от грузовых перевозок потому что они сложны также в реализации это дополнительное направление дополнительные ресурсы дополнительные команды расчеты конструкторские бюро и вот давайте посмотрим на современные грузовики огромные которые и мосты портят со временем вот эти температурные швы они просто разрушаются на обычном автомобиле когда проезжаешь я думаю вы помните когда вот так вот прямо подбрасывает и продажи тяжелых грузовиков сократились вообще на 23% в годовом исчисления вы видите такое сравнение было с рецессией 69-70 годов 73-74 бума доткомов во время ковида и сейчас но ковид сейчас вроде как пошел на спад с этим конечно можно поспорить потому что в Китае ковид свирепствует и никуда в принципе не делся либо его не было но вебинар об этом не об этом абсолютно и я могу сказать что тем не менее ситуация складывается так что сегодняшними видами транспортных грузовых перевозок уже не рентабельно пользоваться не экономично и поэтому естественно использование человеческого фактора во время пандемии она представляет проблему и эксплуатация естественно тоже она такая же как была 50 лет назад независимо от того что электромобиль создается сейчас на водородном топливе это все равно транспорт на земле но он все равно имеет те же проблемы перемещения шины по асфальту а если асфальт расплавленный например как в Индии чуть попозже я вам покажу что происходит в Индии там стоит аномальная жара мы посмотрели на сокращение перевозок на рынке США и в Китае абсолютно та же ситуация а к чему это все ведет если грузовой транспорт не актуален то в принципе без транспортных сетей цепочки поставок между китайскими заводами могут очень сильно пострадать если говорить про альтернативы именно перевозки кораблями то корабли вот пожалуйста карта они ждут швартовки около Китая опять же из-за человеческого фактора опять же из-за того что нет автоматизированного транспорта и транспортных путей например концепции есть и возможности для применения в целых коммерческих проектов для применения струнных технологий Анатолия Эдуардовича в морских портах и не было бы этой ситуации все было бы роботизировано без присутствия человеческого фактора над землей без урона экологии груз легко бы перемещался из прибрежной зоны но на сегодняшний день нет таких решений пока что в мире но представьте этот рынок когда получат потенциально например компания Unisky Stream Technologies если говорить про загрузку вообще в фабрик то заказы на фабриках например в Германии также резко падают и мартовские заказы упали на 4,7% то есть это говорит о том что фабрики недозагружены в этих условиях компании приходится работать с подрядчиками которые некоторые терпят банкротство менять подрядчиков к примеру производство стали стальные элементы для путевой структуры я не исключаю что некоторые подрядчики потерпели большие проблемы и поэтому возникли задержки производства стальных конструкций для струнного рельса и немножко произошло откладывание срока для установки путевой структуры на тяжелую трассу но это все равно произойдет если говорить про сценарий который рассматривает Германия то вот вам пожалуйста цитата немецкого министра экономики Кабика что готовится к миллионам сценарий и понятия не имеют какому готовиться дальше то есть это говорят представители власти достаточно серьезных в прошлом стран экономических держав и что сейчас происходит на самом деле федеральная система сша открыто говорится уже что она терпит крах что возникли проблемы это показывает даже обложка журнала the economist и поднимается ставка фрс она поднималась только в тех условиях во время пандемии естественно и в тех условиях когда нет таких больших компаний которые смогли бы обеспечить уровень потребительской активности уровень загрузки технологических компаний уровень вообще реализации коммерческих проектов в глобальном мировом масштабе компания Unisky Stream Technologies при сотрудничестве с крупными компаниями и инвесторами может это обеспечить потому что на сегодняшний день в большей части все готово масштабировать естественно все будет реализовываться по шагам но ответ на действительно уравновешивание мировой инфляции которая сейчас происходит есть это развитие транспорта и инфраструктуры почему крупнейшие инфраструктурные фонды это фонды которые обладают большим количеством активов Blackstone Group например они сразу с руками забирали те проекты которые нужно было реализовывать например после таких вот стихийных бедствий как ураган Катрина когда нужно было восстанавливать инфраструктуру либо реализовывать крупные инфраструктурные проекты потому что это самое большое обеспечение капитала и тогда мировая экономика не будет испытывать никаких проблем и отток средств из фондов вообще акций он также продолжает увеличиваться я думаю дальше он также продолжит увеличиваться 2022 год на сегодняшний день это худший вообще старт для индекса S&P это индекс пяти сотен крупных компаний и даже хуже чем 2008 2009 2020 для чего я это говорю на самом деле те инвестиции которые сейчас применяют люди которые знают и понимают куда инвестировать в 2022 году если они не какие-то виртуозы трейдеры и не могут торговать на именно плавающих вот таких значениях рынка в основном находятся в убытке что касается рынка недвижимости например то он также находится сейчас в убытке я думаю не исключаю что покупательская способность очень снизится не только в Китае например худший сезон по ипотечным кредитам за всю историю данных почему худший сейчас сезон ну потому что во-первых города особо не изменились проблемы по транспорту инфраструктуре там такие же самая большая проблема что количество мест рабочих максимально сокращается количество доходов населения снижается потому что экономика мировая сейчас угасает и если бы не такие компании как я бы действительно мог впасть в депрессию хотя этому не подвержен и просто не понимать что делать дальше если говорить про 2008 2009 год то 2005 2006 год вы видите что меньше покупали дома недвижимости на рынке США и впервые это цифры ниже 50 процентов и кто-то скажет криптовалюты криптовалюты я сам тоже так скажем являюсь частным инвестором именно сам инвестирую в те активы которые считаю нужным диверсифицирую но я могу сказать в этом году очень такая серьезная ситуация что действительно нет понимания как пережить этот кризис и это мой аргумент вам как общаться с такими инвесторами несмотря на все пандемии несмотря на все кризисы Unisky Stream Technologies продолжает развиваться Sky World Community продолжает привлекать инвестиции и несмотря на недофинансирование не угасает интерес и потенциал к реализации струнных технологий во всем мире и да Татьяна я с вами абсолютно согласен что дорожную карту можно реализовать на год полтора и что я тоже устал ждать и я могу сказать что жизнь бы очень сильно поменялась когда активы начали бы реализовываться но так же как и компания Apple так же как компания Tesla не сразу коммерческий рынок завоевывался но потом это происходило именно по параболе если у компании есть дорожная карта развития если у компании есть кадровый маркетинговый инженерный технический проектный потенциал и если у компании есть видение дальнейшего развития с формированием целой отрасли в логике Unisky Stream Technologies это формирование отрасли с нуля я не буду останавливаться на криптовалюте но я не раз говорил что я не верю не верю в сферу NFT многие сейчас бегают в кроссовках виртуальных получают токены продают их но это знаете такое искусственное применение для криптовалют я не устану повторять потому что на самом деле когда появятся оцифрованные инфраструктурные проекты это просто преобразит криптовалютную индустрию потому что есть блокчейны которые обеспечивают сейчас количество транзакций в секунду более 100 тысяч транзакций в секунду но нужны ли они для финансовой сферы такая скорость транзакций нет не нужна но для транспортной инфраструктурной отрасли это основное требование и я могу сказать что большое количество стартапов на мой взгляд будут далее сотрудничать и все настанет вовремя именно после угасания тренда NFT то есть non-fungible tokens и всех направлений децентрализованной финансовой индустрии которая тоже показывает свое угасание и даже целый крах криптовалютные инвесторы терпят большое количество ликвидаций своих позиций и то что было обещано например вот на днях потерпел крах крупнейший стеблкоин на основе цифровой алгоритмии так как произошла манипуляция одним крупным инвестором он обвалил курс с помощью большой транзакции с биткоином этого стеблкоина он начал падать и активов компании не хватило для того чтобы спасти курс буквально в десятки раз за день обвалилась цена это также может произойти при примеру манипулировании одним крупным инвестором поэтому я рад и счастлив что на сегодняшний день Unisky Stream Technologies также развивается через в первую очередь крауд инвестинг через коллективные инвестиции это максимальная децентрализация и сокращение рисков будущих возможных манипуляций нашими активами когда они реализуются и в завершении тоже вообще рост балансов основных центробанков также прекратился о чем это говорит это говорит о том что мир сейчас находится на пороге очень серьезного пузыря это не раз показывали The Economist и я помню эту картинку я ее вспомнил сейчас начали возникать версии что даже на часах у кролика 15 11 часов было и 11 0 5 как раз таки произошел такой серьезный обвал и криптовалютной индустрии и наверху вы видите уже активы федеральной резервной системы опять же я не устану повторять что в текущей ситуации могут спасти только серьезные большие инфраструктурные проекты помимо unit skystream technologies у меня были какие-то ожидания от hyperloop были ожидания от skytrend что будет некая агломерация технологий новых направлений транспорта инфраструктуры над землей которые могут сформировать совокупности новую отрасль как когда-то сделали samsung apple потом присоединились к hovey формирование микропроцессорной индустрии электроники рынка смартфонов рынка персональных компьютеров рынка ноутбуков но на сегодняшний день я вижу только одного потенциального лидера этой отрасли и я считаю что сейчас вот например в етамце почему инвестирует и многие европейские инвесторы почему финансирует технологию sky stream technologies потому что не так много на самом деле есть способов которые доступны обычному рядовому человеку для не то что приумножения своего капитала но сохранения и возможности пережить на ковчеге устойчивой технологии приближающийся экономический шторм если не было юниска и стрим technologies то я был бы в полном пессимизме и просто бы ожидал окончания этой рецессии и я могу сказать по финансовой грамотности вот подобные инвестиции всегда нужно рассчитывать в логике того процента от дохода который не изменит жизнь это тот доход который может многократно потенциально увеличиться но не повлияет на качество вашей жизни именно так действуют грамотные инвесторы и я могу вам сказать что в принципе многие те кто инвестировали в криптовалюту венчурные проекты в акции и получали крупные доходы есть такие у меня знакомые они вытаскивают оттуда буквально малую часть и в этом году к сожалению потерпели огромные убытки и эти доходы так и остались в виде цифр не факт что смогут пережить эти активы ближайшие крахи и коллапсы но у тех кто на сегодняшний день будет инвестировать в Unisky Stream Technologies на мой взгляд такой шанс есть я серьезно не ожидал такой ситуации я сам в шоке я сам очень сильно нервничаю представьте как нервничают те крупные потенциальные инвесторы которые еще не знают о существовании технологии Unisky Stream Technologies и если показать фондом и дать пример белую книгу которую разработала компания я думаю что в очень скором времени начнутся параллельные исследования и в будущем не исключаю что начнется борьба за возможное потенциальное финальное закрытие уже финансирования Unisky Stream Technologies потому что подобных технологий в мире не так много если кто-то видит подобные направления и знает что есть другие технологии напишите кто знает как меня найти в социальных сетях либо здесь в чате я действительно очень много смотрю анализирую у меня постоянное большое количество информации приходит в телеграм настроенные потоки люди мне другие присылают но нет других подобных активов на мой взгляд дорогие друзья этот вебинар я посвящаю именно происходящей мировой ситуации и аналогии то что касается Unitsky String Technologies как Unitsky String Technologies действительно может спасти текущую ситуацию и на мой взгляд это имеет место быть и является разумной идеей напишите 1 до 10 как вам эта информация я готов ответить на 2-3 вопроса буду готовиться дальше к встречам к совещаниям их очень много поверьте мне и мы не останавливаемся ни на секунду в Skyworld Community в улучшении сервиса для вас и преобразование как я говорил и сообщество выстраивание платформы адаптации обучения если бы мы планировали поработать поработать и уйти никто бы этого не стал делать здесь несколько больше это идея идеология и мы действительно с вами создаем будущее и финансируем его даже во времена крупных экономических штормов коллеги вопроса в YouTube я тоже обязательно загляну сейчас Данил спрашивает как обстоят дела с запуском платформы обучения адаптации Данил обстоят дела очень хорошо тут принцип не показывай никому незаконченную работу но очень скоро появятся и на русском языке и на английском языке еще возможно французском языке потому что один из наших методологов знает французский язык они будут уже с моего представления демонстрировать и вести дайджест тех работ которые будут касаться платформы адаптации обучения может будет посмотреть в записи ближайшая активность которую сейчас мы формируем будет по реферальной ссылке доступна страница предобучения это методологически продуманная система для того чтобы дать максимум но максимально сжатым материала которые позволяют получить знания о том направлении которое мы с вами развиваем и с технической и с юридической и с экономической и с маркетинговой точки зрения достичь минимального учебного результата пройти предобучение максимальное это принятие осознанное решение двигаться дальше становиться партнером ну и естественно совершить инвестицию далее это можно будет сдублицировать и после предобучения человек попадает на базовый модуль в базовом модуле уже в новом формате вам будут представлены пока что для русскоговорящих но параллельно мы уже сейчас готовим несколько ментальных групп это вьетнамцы это англоговорящая часть причем англоговорящая ментальная группа будет делиться на Великобританию например и такие вот англо английские колонии так скажем далее это будет Африка естественно Индонезия индонезийский язык то есть мы параллельно уже будем выстраивать процесс и закладываем также мощности по методологии я думаю что вы приятно будете удивлены когда получите этот сервис более того предобучение оно будет абсолютно бесплатно базовый модуль где будет модуль по продажам он также будет бесплатен и через базовый модуль мы будем получать от вас знания которые вы хотите получить компетенции которые вы хотите обрести расширять матрицу компетенции приглашать дополнительных экспертов сейчас параллельно мы над этим уже работаем и также выявлять подсвечивать тех активных лидеров которые проходят предобучение базовый модуль очень быстро мы будем с вами связываться мы будем рассказывать о вас истории мы будем даже упаковывать бренды ваши в социальных сетях для того чтобы вы развивались в своих странах примерно такая работа проходит сейчас по платформе на сегодняшний день в рамках платформы работает чуть больше 10 людей то есть это система наставничества это система тренерства это методологи и естественно копирайтеры будут нужны модераторы чатов это также соприкасается с логикой формирования сообщества 3.0 вы все будете узнавать на отдельных встречах я не буду это даже освещать на вебинаре потому что иначе вебинар растянется на 2 часа и предстоит очень интересная активная деятельность так же как до пандемии мы проводили ряд оффлайн мероприятий и появились такие звезды нашего сообщества Sky World Community как Кат Якобс Кристиан Энне Уда как Фаладе появился и многие люди которые посещали эти мероприятия но когда это возможно было до пандемии еще оффлайн в реальности и сейчас мы будем проводить уже гибридные мероприятия мы знаем даже уже такой термин понимаем как это делать самое главное у нас есть на то специалисты одни из лучших своей индустрии Данил ответил на вопрос так Светлана платформа будет доступна всем партнерам или от квалификации мастер от квалификации мастер либо в логике в логике платных пакетов но это не будут обучающие пакеты это будет именно как матрица компетенций то есть если человек как в корпоративном университете как в центре повышения квалификации хочет повысить квалификацию например прокачаться копирайтингу то он пойдет и обучится естественно это будет совмещено и с приобретением долей но базовый модуль и предобучение они будут бесплатными там будут разные моменты участия наставника либо в общем чате с обилием количества людей для менее активных либо более индивидуальным взаимодействием на базовом модуле для максимум активных все зависит от вашей вовлеченности и активности во время предобучения базового модуля мы будем многое понимать об аватаре человека который эти модули проходит и специально будем связываться кстати там будут тоже и специализации раскрываться то есть если кто-то из вас маркетолог например на испаноговорящем рынке либо является тренером также будут специальные формы люди будут связываться и зачем нам брать тренеров к примеру со стороны если у нас внутри сообщества есть какие-то квалификации компетенции так борис фриман есть из мира крипты ever scale сейчас это свободный проект полная децентрализация рекомендую посмотреть я не занимаюсь направлением именно в крипто сейчас даже если бы захотел у меня не хватит физически времени потому что сообщество оно так спонтанно достаточно возникло но как необходимость максимального увеличения нашего результата а также общение с потенциальными крупными инвесторами формирование логики организационной структуры по направлению подготовки адресным проектом передачи этих функций так скажем ответственным лицам этим тоже приходится заниматься поэтому крипто направлением сейчас я не буду заниматься и охватывать это но передам тем людям которые занимаются головной компанией Людмила Путинцева ситуация в мире как-нибудь отразится на нашей технологии так как технология идет из Беларуси Людмила вы видите как раз таки максимально децентрализацию Беларуси сейчас абсолютно нормальная спокойная ситуация в плане того что экотехнопарк абсолютно защищенный объект и он географически находится очень выгодно и правильно я могу сказать что зоостровные технологии один из крупнейших легальных абсолютно налогоплательщиков поэтому я думаю что все в республике Беларусь будет хорошо и более того также мы помним что децентрализация идет и в логике арабских эмиратов арабские эмираты это такая совершенно обособленная юрисдикция которая может очень сильно помочь будущем если будут возникать какие-то перетрубации в республике Беларусь если вдруг ну и республика Беларусь может помочь если будут какие-то изменения на территории арабских эмиратов в свете текущей мировой ситуации можно ожидать всего что угодно но в логике формирования стратегии Анатолий Эдуардович на мой взгляд все максимальное что можно было выжать предусмотрел так получилось привет как с проектами движется я про адресные проекты господин так получилось я не в курсе потому что как и сказал Анатолий Эдуардович это находится под соглашением о неразглашении как только партнеры позволят озвучить конкретные коммерческие проекты будут озвучены конкретные страны возможно конкретные заказчики но то что работа по коммерческим адресным проектам ведется каждодневно каждую неделю это я могу сказать точно но конкретики по проектам я не обладаю этой информацией и даже если бы обладал не дал бы ее потому что тоже бы в этом случае подписывал бы соглашение о неразглашении конфиденциальной информации коллеги ну вот даже больше чем на 2-3 вопроса я ответил благодарю вас за внимание я надеюсь что этот вебинар вам максимально поможет в аргументации именно с крупными инвесторами давайте подумаем и поймем что сейчас настало время для общения именно с такими ребятами потому что они тоже ожидают подобную информацию они начнут совершенно по-другому рыть для этого понадобится и пригодится инвестиционный проспект который ранее уже был разработан мы его разработали с маркетингом Unisky Stream Technologies на основе моего опыта участия в IPO то есть что именно интересует инвестора которые участвуют в финансировании публичных компаний и я думаю что при необходимости мы будем связываться сами в том числе помогать как члены правления если необходимо будет взаимодействие именно с представителями Sky World Community в высшем составе для обсуждения по крупным инвестициям в любых странах на любых языках мы создаем будущий финансированный всем счастливо с вами Алексей Скудольев пока до скорых встреч субтитры до скорых встреч